Глазом президента Республики Беларусь от 9 марта 2022 года, руководствуясь принципами гуманности, акт помилования применен в отношении четверых осужденных из правительной колонии номер 4. Какие эмоции у вас? Вы растерянны. Я не представляю, что я сейчас не своего брата, но просто что, просто за мной больше не будет контроля. Ну, очень растерянно и неожиданно. Проблемы уже сказали. Да, я позвонила, брат очень растерялся. И совсем неожиданно. А вы можете обнасловывать, брат, про себя рассказать? Сколько вы здесь в городе? Мне 20 лет. Статья у меня звучит «Насилие в отношении сотрудников внутренних дел». Произошло все в городе Лида. Меня создали на 2 года. Здесь я пробыла в общей сложности чуть меньше года. И срок чуть меньше года остался. То есть вы участвовали в протестах или как? Да, в акциях протеста. Вы понимаете, что вам дали второй шанс гуманизма и на вас возлагают надежды, что второй раз сюда не попадете, что вы оцените этот шанс? Я понимаю. У меня всего 20 лет. Я понимаю, что у меня еще вся жизнь впереди. Это была ошибка. Ошибка, которую я больше не допущу. Настя, расскажите, кто вас ждет? Может, родные? Кто о чем занимает? У меня есть брат. У меня есть брат старший, и он меня очень ждет, конечно. Занималась. Я училась на воспитатель дошкольного образования, но образование не закончила. Буду думать об образовании в дальнейшем, в первую очередь. А потом, как получится. Я Турова Наталья Ревкина. 18 августа 2021 года была осуждена сроком на один год, один месяц за оскорблением присутствия. В этом я, конечно, очень сильно раскаиваюсь. Раскаивала сразу, потому что это все произошло в состоянии психоэмоциональном. Тогда, конечно, у меня были эмоции, и я не понимала, может быть, даже, что я произносила. Очень раскаиваюсь, жалею, конечно. Прошу прощения у президента и просила прощения по миру мне, когда писала. Я очень ему благодарна, что у нас хороший президент, гуманный. И поверил мне, что это было не со зла, что я нигде не участвовала, ни в каких мероприятиях противозаконных. И спасибо ему, спасибо администрации колонии, что тоже помогали мне в сборе документов на помилование. А можете, может, как себе рассказать, о чем вы работали, может быть? Я с города Бреста, сама медработница. В последнее время я занималась уходом пожилых людей решачих. Постинсультное состояние. Вот так вот. Есть у меня дочка большая, двое внуков маленьких, которым очень хочется, которым очень соскучилось. У вас сегодня поезд? Да, сегодня поезд 22.10. Мы едем до Минска, но с Минска уже будем добираться до Бреста. Еще, конечно, все это не верится, все это вот так вот спонтанно, все быстро. Но, слава Богу, спасибо президенту, что действительно позволил нам вернуться домой. У меня помилование, я думала, что будет домашняя химия, но так, полностью снятие основного наказания. А еще много оставалось наказаний? До 16 августа 2022 года. Ну, мало, немного, 5 месяцев, но это тут каждый день, конечно, без семьи, без своих родных это тяжело. Ну, это лучший подарок на 8 марта? Это вообще, конечно, в жизни лучший подарок, что действительно сам президент поверил и помиловал. Вот это действительно, в жизни таких подарков, наверное, больше, слава Богу, не будет и не надо. Сообщила маме, в первую очередь, муж на работе сейчас. Как вас зовут? Людмила Николаевна Курникова. Как вы здесь оказались? Ну, оказалось, я здесь опубликовала. Как бы, комментарий. Скриншот чужой комментарий. Ну, я не могу это... Какие-то выводы для себя лично вы сделали здесь? Что для вас сейчас? И что надо поступками своими... Не в комментариях, а показывать на поступках. На добрых, прежде всего. Показывать людям. Ну, на самих поступках. А вот эти слова, это все пустое. То, что там напишешь, не напишешь. Когда какой-то совершаешь поступок, люди сами видят. Не надо об этом писать. И... Ну, я бы хотела, чтобы больше добра было в этом мире. Как бы попала под это влияние. Ну, конечно, осознала. И надеюсь, что все в дальнейшем будет по-другому. Что вы писали в своем прошении? Что это какая-то определенная формуля? Или как письмо свое свободное? Ну, просто как... Что я призналась в том, что я совершила ошибку. Совершила очень большую, грубую ошибку. О чем очень сильно пожалела. И никому не желаю, чтобы кто-то... Вторые мои ошибки. Пускай учатся просто на чужих ошибках. Но не на своих. Скажите, сколько у вас детей? У меня трое детей. Почему я спрашиваю? Потому что молодежь очень подвержена. Знаете, мы такие максималисты. За правду, за какую-то справедливость. Что... Не боялись вы, что вы поставите каким-то своим примером своих детей? В том-то и дело, что мои дети и всегда мне отговаривали подобные вещи. Как ты можешь вот вестись на такое? Наоборот. Наоборот, они вполне... Их все устраивало. Учатся в школе. Ребенок один в университете учится. Старший работает. Все хорошо, поэтому... У меня как бы... Я не знаю, что спалить. У меня вот так вот... На эмоциях вот... Попасть в подобное влияние. А как все это время ваши дети справлялись без вас? Да, конечно. С папой. Дети с папой. И они сами жили маленькие. У старшего сына своя семья. Он отдельно проживает, работает. Ну, дочь и сын они с отцом. Один ребенок учится в школу, а второй университет. Ну, просто вам здесь без них тяжело, а затем там без вас, без матери. Да. Очень тяжело. Поэтому я говорю, что я очень счастлива, что я их уже скоро-скоро увижу.